Работников сферы образования, похоже, снова обманули. Последняя редакция законопроекта о статусе педагога лишила учительства Казахстана тех надежд, которые оно питало, участвуя в его разработке. Ни снижение ставок, ни льготные ипотеки, ни пенсии по выслуге лет не увидели труженики просвещения в том варианте закона, который отправился к депутатам. Теперь учителя обращаются к народным избранникам в последней отчаянной попытке повлиять на законопроект, который должен был повысить уважение к ним в обществе. Это были основные просьбы педагогов. Какой смысл принимать новый закон, если он ничего не меняет? Был старый, и он уже не соблюдался. Запрет на незаконное превышение нормы рабочего времени, запрет на предоставление чрезмерной отчетности, запрет на несвойственные функции проверок. Но это и само собой разумеется, этого просто не должно быть. И для этого есть уже сейчас законные возможности. Также расширение прав педагога, вы написали, и сокращение учебной нагрузки здесь вот в презентации. Например, учителя имеют теперь право на бесплатное пользование информресурсами. Они и так имели. Оказание консультации родителям. Это что, снижение их нагрузки? То есть нужно четкое понимание, как вы решили снизить нагрузку на учителей. На сегодняшний день нагрузка наших педагогов 48,8 одна из наивысших. Но есть вторая часть, самая интересная. Аудиторная нагрузка 15 часов. А, например, в ОСР 38, аудиторная 20 часов. То есть у нас на самом деле большую часть нагрузки составляет не аудиторная нагрузка, не нагрузка, которую он преподает, а нагрузка, которая связана с привлечением его несвойственным функциям, отчетности и так далее, и так далее. Этот проект разрабатывали всем миром. Учителя страны проявили небывалую активность в обсуждениях. Готовящийся закон о статусе педагога они расценили как реальную возможность изменить свое положение. Но, увы, появилась очередная редакция законопроекта, в которую он поступил на стол к парламентариям. И в ней не обнаружилось ни одного положения, которое улучшило бы материальное положение педработников. Исчезло упоминание о ранней пенсии по выслуге лет. Оказывается, за 30 лет непрерывной работы они просто не успевают сделать достаточных накоплений. И еще, больше можно не мечтать о льготном кредитовании для приобретения жилья. Закон решили сделать максимально беззатратным для государства. Сегодня министр лишь говорил, что изучит предложение. Есть заграничный опыт, вы знаете, о советы школ. Советы школ, например, в Штатах выбираются чуть ли не как губернаторы. Тайным голосованием все население поселка выбирает представителей совета школ. Статус у совета школ очень высокий. Мы не имеем права учителя один на один оставлять с теми проблемами, которые есть сегодня. Но попечительские советы у нас есть. Как раз они делают именно ту функцию, выполняют. Поп-совет – это совсем другое. Там тоже дети, там тоже общественность, там тоже учителя. И в принципе, надо просто вот этот институт дальше работать. Предложение давайте изучим. Боржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.